Так, друзья, всем привет, с вами Роман Ястреб. Этот ролик будет длинный, поэтому затягивать не буду. Итак, чтобы создать этот ролик, мне потребовалось достаточно долго времени, чтобы это все протестировать, изучать в некоторых моментах. Предыдущий ролик про фишки Макояс набрал очень много положительных отзывов, много положительных комментариев, лайков, поэтому я вам благодарен. Если не смотрели его, обязательно посмотрите, потому что не будут пересекаться. Здесь я не буду говорить о том, что говорил в прошлом ролике. Вот, и там про терминалы, также у меня есть на канале ролики, тоже посмотрите. Вот, поэтому я сделал еще дополнительный топ-20 фишек Макояс, и сначала сделал, а потом понял, что я сделал. Дело в том, что в этом топе будут команды и будут некоторые фишки, где реально аварийная ситуация у вас будет с компьютером. Либо вы будете думать, что у вас аппаратный брак, либо у вас, что надо вообще полностью уже сносить систему, и даже техническая поддержка Apple вам скажет, переустанавливайте систему, либо несите нам в сервис. А по факту вы можете выполнить одну команду в терминале, и у вас проблема решится. Вот, поэтому это будет такое. И фишки Макояс, но при этом и проблемы, с которыми вы можете столкнуться и решить у себя. Вот, потому что у меня уже начинается, знаете, такая профессиональная деформация происходить. Я считаю, что если я знаю уже про эту фишку год, то это все знают. Но, например, до сих пор не знают люди, что в Макояс клавиша Option, это клавиша мастера, да, считается. Поэтому, там, куда бы вы ни нажали с этой клавишей, это будет, ну, как бы дополнительно какое-то меню или еще что-то информационное табло вылазить. Вот, поэтому я подготовил очень много нюансов во всех таких роликах. Вообще, в моих роликах старайтесь всегда читать описание под роликом, потому что там обычно либо ссылки, либо дополнительные инструкции, либо и так далее, и так далее, там еще много происходит. Вот, поэтому этот ролик абсолютно всем необходимо смотреть, и новичкам, и про-пользователям, потому что в случае, если какие-то у вас происходят проблемы, именно в этом ролике могут быть решения на, ну, естественно, проблемы, которые я в этом ролике озвучу. Так что, приятного просмотра, продолжаем рубрику «Ты будешь про с макбуком про». Хоть это не то, как к макбуку относятся, но уж назвал так рубрику. Так что, поехали! А спонсор данного ролика, друзья, Uniconverter. Программа позволяет делать сразу много фишек в macOS, конвертировать изображение и видео даже в VR, создавать гифки, сжимать и объединять видео, записывать видео с экрана, ну и мое одно из любимейших – это качать видео с YouTube в исходном разрешении. Очень круто! Данная программа отлично функционирует в ваших задачах и заменяет сразу несколько программ, причем в одном приложении. Поэтому иногда надо задавать себе вопрос, может быть купить одну программу вместо четырех или пяти. Так что пользуйтесь, друзья! Фишка номер один – конвертация фото. Первое начну с наболевшего. Что если вам необходимо переконвертировать или сжать целый архив фотографий одновременно в Mac? И вы не хотите париться с установкой новых программ на macOS? Выход есть! Заходите в папку с фотографиями, которую необходимо сжать, нажимаете Command-A, выделяя все, далее нажимаете два раза на любую из фотографий, macOS вам покажет окно с предупреждением, что вы хотите открыть сразу список фотографий, нажимаете «Да». У вас открывается обычный просмотрщик, и слева будут боковые миниатюры фотографий. Нажимаете в данной миниатюре на любую фотографию, и опять нажимаете комбинацию клавиш Command-A. У вас выделяются все фотки слева. Далее нажимаете в верхнем меню «Файл», «Экспортировать», появляется окно настройки. Выбираете путь сохранения, формат файла, который нужен, и качество с учетом указания размера каждого файла в байтах, и все! Конвертируются за считанные секунды, зависит, конечно, от количества фотографий. Все готово! Теперь ваши фотографии сжаты и переконвертированы в удобный для вас формат. Но рекомендация сразу! На одной фотографии сначала испытайте, и все протестируйте, а то мало ли выберете сжать до 200 кб, а качество вас потом не устроит. Поэтому на одном примере сначала все сделайте, а потом весь архив можете сжать. Старые файлы не удаляются, их нужно будет удалить вручную. Пользуйтесь! Многовыходное устройство звука. Если у вас есть несколько источников звука, или по-другому динамиков в Mac, и вы хотите, чтобы они играли все сразу в нужное время для вас, ну, например, у вас есть iMac, у iMac динамики, а еще у вас есть мониторные колонки, рядом висит LG монитор со своими динамиками, и вы хотите, чтобы все они одновременно играли в нужный момент, то простая функция в macOS без постороннего софта поможет вам это осуществить. Заходите в лаунчпад, далее в другие, выбираете настройки аудио-миди, появится окошко, слева у вас все источники звука, которые у вас отображаются, когда вы нажимаете на динамик в macOS рядом с часами. Вам надо добавить новую настройку. Нажимаем на плюсик внизу слева в окне, выбираем создать многовыходное устройство, и далее в появившемся окне просто проставляем галочки там, где хотим, чтобы выводился звук. Также есть настройки дискретизации и настройки коррекции смещения. Но для основной части потребителей это не нужно. Гораздо нужнее зайти в настройки динамиков и настроить конфигурацию своих колонок, если у вас система 5.1 или больше. Далее после всех настроек ничего сохранять не надо, просто закрываете окно и теперь рядом с часами нажимаете на звук, и у вас будет выводиться сразу на все устройства по настройке, которую вы назвали. Пользуйтесь. Но если захотите удалить опять эту настройку, опять заходите в миди, выбираете пункт и нажимаете минус. Данная фишка используется только один раз. Повторяю, только один раз. И то, только после того, как вы уже удалили отпечатки пальцев из macOS. Переустановили macOS с нуля и при этом система вам не позволяет ввести новый отпечаток пальца. Это когда ваш mac не распознает ваш палец и не дает войти в macOS. Даже несмотря на то, что в macOS вы удалили сканер предыдущего пальца. И все равно новый палец не дает записаться и система просит удалить старый палец. Главная фишка, почему я об этом рассказываю. Потому что в macOS каталина может произойти программный сбой в работе с чипом Т2. Как у нашего друзья с вами подписчика. И удалив все пальцы из macOS и переустановив с нуля систему, macOS не давала подписчику зарегистрировать новый палец. Так как был установлен в чипе старый сканер пальца. Хотя по факту в macOS показывало отсутствие сканера пальца. В общем чип Т2 дает о себе знать. Вот сейчас мы его и сотрем из Secure Enclave. Предупреждаю сразу, что данная процедура выполняется только при данном программном сбое. В случае же использования данной процедуры без такой проблемы весь SSD заблокируется тут же и вам необходимо будет чистить диск и с нуля ставить систему. Поэтому эта процедура как таблетка спасающая, а не минералка профилактирующая. Что мы делаем? Выключаем компьютер mac. Далее включаем mac с зажатыми клавишами Command R. Далее заходим в утилиты и выбираем терминал и вводим следующую команду. Нажимаем ввод и далее необходимо ввести кодовое слово подтверждение Yes. Перезагружайте компьютер. Готово. Если и после этого сканер не сбрасывается, добро пожаловать в авторизованный сервисный центр Apple. Но у большинства пользователей данная проблема решится окончательно. Фишка номер четыре. Удаляем программу из macOS. Если программа не удаляется из лаунчпада, например, стим-приложение, игра, или как адоб в моем случае, то есть он вроде удалился, но хвосты остались и даже утилиты, которые удаляют хвосты, не помогают, то делаем следующее. Открываем терминал и вводим следующую команду. Открывается скрытая приватная папка Mac и удаляем папку. Полностью в корзину и перезагружаем Mac. Второй метод. Открываем Finder. Сверху в меню выбираем пункт Переход и переходим по данному пути. Видим файл, который необходимо удалить и удаляем. Готово. Комбинация клавиш. Не все друзья до сих пор знают основные сочетания клавиш Mac при загрузке и необходимо о них рассказать, хотя бы о самых важных. Command R это запуск с использованием раздела восстановления. Option Command R запуск раздела восстановления macOS через интернет. Shift Option Command R установка macOS, с которой компьютер поставлялся по умолчанию. Option запуск менеджера загрузки для выбора загрузочного раздела или операционной системы. когда вы выбираете загрузить, например, Windows. Option Command P и R сброс параметров NVRAM P RAM. Важное замечание. На Mac не должен стоять пароль прошивки EFI, поскольку в ином случае клавиши не сработают и сброс параметров не осуществится. Поэтому перед этим необходимо убрать пароль. Shift запуск операционной системы в безопасном режиме. D запуск диагностики Apple. Option D запуск диагностики оборудования Apple через интернет. Command V запуск в режиме подробного протоколирования. X принудительная загрузка macOS, если на компьютере автоматически запускается другая операционная система. T запуск Mac в режиме внешнего диска. Теперь еще мои любимые комбинации клавиш в macOS. Command Shift 5 выбор скрина или записи экрана с учетом настройки звука в разных режимах. Ctrl Command Eject перезагрузка Mac'а. Ctrl Option Command Eject выключение Mac'а. Command Backspace удаляем файл из macOS. Backspace удаляет предыдущий фрагмент, а функция плюс Backspace служит кнопкой Del. Option же Backspace удаляет предыдущее слово. Ctrl Command Cue блокировка экрана Mac. Если используется внешний монитор, то с нажатием данных клавиш Ctrl Command Cue и закрытием крышки, внешний монитор не остается рабочим как обычно, а тоже выключается. Command M свернуть текущее открытое окно. Command Option H скрыть все окна кроме открытого. Также друзья напоминаю про программу Cheat Sheet которая помогает узнать все комбинации клавиш в macOS в разных приложениях. В ролике про топ программ macOS я про нее говорил. Скачайте в описании под роликом для тех кто не в курсе. Также друзья запомните раз и навсегда что в macOS кнопка Option она же Alt служит как кнопка мастера или еще по-другому кнопка гения Apple. Например если вы всегда зажимаете клавишу Option перед щелчком мыши по звуку то появится меню устройства ввода или же на значок Wi-Fi то появится IP адрес скорость Wi-Fi уровень сигнала и так далее. Также если вы захотите быстро свернуть приложение то нажмите в док на открытое приложение с зажатой клавишей Option и она тут же закроется без анимации. В общем нажимайте с данной кнопкой некоторые функции в macOS вам могут открыться новые возможности не бойтесь ее нажимать она часто служит информационной кнопкой и кстати под роликом будет файл с сочетанием клавиш в macOS и windows bootcamp поэтому скачайте и пользуйтесь свое удовольствие а то времени мне не хватит говорить о всех сочетаниях клавиш о которых и так везде все пишут в открытых источниках включая Apple но если не хотите искать в интернете скачайте сборник в описании фишка 6 артикул при покупке комплектующих или аксессуаров для своего мака на том же алиэкспресс вы можете при оформлении заказа часто встречать и видеть картинку укажите артикул или идентификатор модели и чтобы в сети интернет не плутать прошу ознакомиться с официальной информацией на сайте Apple где вы сможете спокойно найти ваш артикул вашего компьютера Apple после которой вы точно не ошибетесь какая у вас модель и какой именно артикул ссылка на сайт Apple будет в описании пользуйтесь также дам ссылку повторно на официальные драйвера для macOS под винду специальные от AMD для bootcamp чтобы вы всегда знали где официальщина фишка номер 7 пинг если вам необходимо проверить время отклика в вашей сети интернет то это очень просто сделать через терминал заходите в терминал далее вводите команду пинг пробел www.apple.com к примеру и нажимаете ввод и у вас будет показываться данные в режиме реального времени без лишнего софта и проверок можете вставить любой сайт который вам интересен и не обязательно это может быть Apple пользуйтесь фишка номер 8 очистка ОЗУ следующая фишка помогает нам очистить оперативную память мака не используя сторонние приложения но предупреждаю сразу оперативную память просто так чистить не надо поскольку там может храниться для вас важная информация то есть чистить только в том случае в которых вы четко понимаете что вам нужно очистить ОЗУ можно сказать это фишка для про-пользователей те кто в этом шарит понимает о чем я если не знаете зачем это нужно и в каких ситуациях вам это может помочь то не надо выполнять данную процедуру макоис сама будет автоматом все настраивать но те кто понимает что ему это в некоторых случаях жизненно необходимо делаем следующую процедуру заходим в терминал и вводим следующую команду далее вводим пароль от пользователя и готово очиститься столько сколько нужно через мониторинг системы можете наблюдать как увеличился объем свободного ОЗУ это стандартный и подчеркну безопасный способ очистить ОЗУ не прибегая к стороннему софту пользуйтесь фишка номер 9 стираем пароль ну что сбросили сканер пальца теперь сбросим и пароль в макоис помните я говорил в предыдущих фишках макоис кто не смотрел обязательно посмотрите я говорил что пароль на прошивку надо ставить всегда иначе попрощаетесь с маком в случае кражи еще раз напоминаю это не шутки если пароля на прошивке нет я сотру ваши данные за 2 минуты и переделаю ваш мак под себя поэтому ставьте пароль всегда в итоге как сбросить забытый пароль в учетной записи мак процедура следующая полностью выключаем компьютер мак теперь необходимо включить компьютер с зажатыми клавишами command r заходим далее в утилиты выбираем строку меню терминал в окне командной строки необходимо ввести команду reset password подтверждаем наше намерение вводом после этого запустится ассистент сброса пароля в окне настроек выбираем нужный том и вводим новую комбинацию для доступа к компьютеру и вот тут кроются мелочи в маках до 2015 года включительно ну еще может быть в аймаках до 2019 года пароль сбрасывается и вы устанавливаете новый пароль достаточно легко и свободно а вот в компьютерах мак с чипом t1 и t2 и да чип t1 существует в макбуках про 2016 и 2017 года команда сброса пароля выполняется но не полностью включится режим защитного восстановления пароля там уже сбрасывается через iCloud в общем новое поколение маков так легко пароль не дают сбросить и это хорошо надеюсь apple через софт закинет эту фишку в модели до 2015 года а то уж слишком просто все было по обходу пароля но также друзья вы должны понимать что если вы забыли пароль в macOS то данная процедура вам поможет но пароль на прошивку ставьте обязательно и о нем не должен знать никто кроме вас повторяю никто это как пин-код к банковской карте но и не забывайте пароль на прошивку иначе попрощайтесь с множествами фишками в своем мак фишка номер девять удаляем компромат помните я говорил в обзоре макбука про 16 дюймов что ваш мак собирает компрометирующие доказательства против вас он запоминает все что вы посещаете и качаете из интернет ресурсов и в случае если ваш мак захотят исследовать он сдаст вас с потрохами в общем избавляемся от всего компрометирующего открываем терминал и вводим следующую команду данная команда показывает нам что мы качали и из каких ресурсов и что мак то поганец какой запоминает все о нас далее вводим вторую команду она уже удаляет всю историю скачивания данная фишка полезна не всем но тем кому она полезна явно оценят ее на полную пользуйтесь друзья фишка номер одиннадцать тень на скриншотах если вы часто делаете скриншоты то в некоторых нюансах вам не нужны тени когда фотографируете окно приложения знаю по себе поэтому если вы будете выполнять зажатые клавиши option то тень уйдет но если тень на скриншотах вам не нужна на постоянной основе то откройте терминал и введите следующую команду и нажмите клавишу enter после каждой строчки теперь скриншоты будут без тени во всех режимах если захотите вернуть тень то вставьте ту же самую команду только в исходном коде замените true на fails и тогда тень восстановится обнуляем настройки чтобы исправить сбой работы bluetooth отключите bluetooth откройте finder кликните на кнопку переход в верхней части меню в строке переход к папке вставьте library preference теперь найдите файл выберите его и удалите а затем перезагрузите mac и включите bluetooth заново он настроится с нуля теперь то же самое проведем с вайфаем полный сброс настроек вайфая помогает удалить большую часть проблем итак первое полностью отключаем вайфай на компьютере второе в finder переходим по пути library preference system configuration удалите следующие файлы перезагрузите компьютер включите вайфай и настройте подключение с нуля все должно работать если не работает bluetooth мышка эпловская откройте finder перейдите в каталог library preference удалите два файла также можно переместить файлы в другую папку либо сразу в корзину перезагружайте mac все должно работать если не работает трекпад откройте finder и перейдите в тот же каталог library preference и удалите файлы перезагружайте mac после чего будет пуска наладка две-три минуты в это время еще могут мышкой либо трекпад гнать в некоторых случаях помогает вторая перезагрузка пользуйтесь фишка номер 13 погода хотите быстро посмотреть погоду через терминал введите следующий код готово фишка 14 извлекаем внешний накопитель в случае ошибки вы когда-нибудь сталкивались с проблемой извлечения внешнего накопителя то есть вы его пытаетесь отключить а он из-за непонятного фонового процесса не отключается хотя вы прекрасно видите что никто из приложений не использует его я сталкивался и не раз уверен вы тоже поэтому есть очень безопасная и простая процедура открываете терминал и вводите там следующую команду появится список ваших дисков найдите имя накопителя которое не получается отсоединить от mac и введите команду только вместо имя устройства скопируйте имя накопителя которое необходимо извлечь и вставьте взамен данного словосочетания и нажмите ввод готово теперь система сможет завершить работу накопителя и извлечь его не нарушая целостность macOS и накопителя пользуйтесь фишка 15 стресс-тест процессора сейчас сделаем стресс-тест процессора вашего компьютера и тут будем идти по нарастающей во-первых когда это полезно ну стресс-тест предполагает тест в данном случае проверим только процессор стандартной процедурой macOS проверим систему охлаждения и общую работоспособность если в данном стресс-тесте ваш компьютер резко выключился через 7-10 минут активного теста то явно у вашего mac есть проблемы если только он не перезагрузился из-за программного сбоя зачастую если есть проблемы с аппаратной начинкой или с процессором или системой теплоотведения или системой охлаждения включая материнскую плату то компьютер стреляет тут же в течение 7 минут итак для начала простой тест для самых слабых пк и желательно вам запустить стандартный мониторинг загрузки процессора или ай стат меню ай статистику intel power gadget не суть вам необходимо мониторить загрузку на ядра поскольку к самому сложному тесту не надо переходить если на первом этапе у вас уже процессор загрузился на 100% у вас система может тупо зависнуть итак открываем терминал вводим следующую команду пробел роман ястрик к примеру и нажимаем интер начнет выполняться очень быстро процесс повторения мы смотрим загрузку процессора примерно одну минуту если мак в нашем случае до 100% не загружен именно ядра то отлично тогда нажимаем комбинацию клавиш control c чтобы остановить тест далее уже тест чуть посерьезнее но все же простой для двухъядерных процессоров intel также ждем минуту закрываем но уже командой kill all yes ну и мощный стресс тест который можно проводить 10-15 минут по данному коду данный код загрузит все ядра процессора и проверит вашу систему на устойчивость без лишних программ от старых у них разработчиков повторяю друзья если во время теста система полностью зависнет выключится перезагрузится или экран вашего мака потухнет и при этом кулеры начнут крутиться на максимальных оборотах то нужна дополнительная диагностика вашего мака в сервисном центре в аварийном таком случае просто перезагрузите или выключите маг и включите его в обычном режиме если же после теста все нормально спустя 10-15 минут тогда также его завершайте кодом kill all yes фишка 16 время отображения уведомлений как изменить время отображения оповещений в mac os для начала разберемся что в mac os есть два типа уведомлений первый это предупреждение и баннеры пример это у вас неправильно извлечен диск и т.д. баннер отображается на экране пока вы на него как-нибудь не отреагируете второй вид оповещения типа sms уведомлений и т.д. от сторонних приложений вот данное оповещение справа сверху мы сейчас и настроим итак запускаем приложение терминал в окне командной строки нам предстоит ввести следующую команду где цифра 5 это 5 секунд показа на экране монитора можете установить любое число с пониманием что это секунды подтверждаем команду клавишей интер все готово на некоторых mac необходимо перезагрузить компьютер но в большинстве случаев это автоматом сразу работает если захотите вернуться к истокам то введите следующую команду после этого будет установлено значение по умолчанию фишка номер 17 запуск безопасного режима вообще не понимаю почему многие не используют безопасный режим ведь он в очень многих ситуациях решает вопросы кратко мы сказали про безопасный режим но не сказали зачем он нужен ну в общем если у вас в mac os есть программный сбой то скорее всего вы уже выполнили следующие процедуры сбросили smc и nvram создали нового пользователя с правами администратора и проверили там ту же самую программу или просто те же самые ошибки и уже отчаялись хочу вам дать еще один вариант решения проблемы поскольку даже если вы просто один раз загрузитесь в безопасном режиме проблема может быть решена безопасный режим может помочь в тех случаях когда неполадка программная и не связано с аппаратной частью компьютера после активации данного режима мак сможет провести диагностику mac os и самостоятельно устранить возникшие ошибки а именно проверяется загрузочный диск на наличие возможных ошибок файловой системы загружается исключительно необходимые расширение ос то есть по сути драйвера безопасный режим предполагает полное отключение сторонних программ и расширение операционная система загружается лишь с системными шрифтами производится полная очистка всех временных файлов включая кэша ядра также в безопасном режиме часть функции маг может работать некорректно отключается ускорение графики некоторые устройства ввода и вывода звука могут вообще не работать некоторые подключенные устройства юсби тандерболты и так далее тоже перестают работать это нормально функции универсального доступа могут работать не так или будут работать немножко некорректно сетевой доступ к файлам и папкам может быть отключен и так далее то есть mac os загружает только самое необходимое для запуска если вы знаете программу из-за которой и возник программный сбой то можете удалить ее вручную через безопасный режим войти в безопасный режим достаточно просто сразу же после кнопки включения необходимо зажать клавишу shift отпустить кнопку после повторного появления фирменного логотипа чтобы убедиться что компьютер сейчас действительно работает в безопасном режиме и вы ничего не перепутали нажимаете на значок apple об этом маг отчета системе по будет отображаться режим загрузки безопасный чтобы отключить режим просто перезагрузите компьютер пользуйтесь друзья фишка 18 фишки mac os от apple данную фишку многие не знают и выдают некоторые находки за свои идеальные идеи в youtube дело в том что блогеры друзья такие же люди и им просто приходится много читать и познавать если вам необходимо полное руководство для вашего гаджета apple для того же macbook pro 16 дюймов с техническим описанием и функционалом mac os то просто пожалуйста перейдите на сайт apple по ссылке в описании и вы сможете спокойно все познать у себя дома через веб-версию или приложение книги в mac пользуйтесь много чего интересного сможете найти и без блогеров фишка 19 запуск поврежденного приложения данная процедура помогает запускать поврежденные приложения многие о данной процедуры знают но при этом очень много мне задают вопросы как мне это решить и рома помоги те у кого данная проблема возникает будет благодарны мы сейчас выполним команду которая позволит запускать любое приложение от любого разработчика доверенного и нет и при этом даже если у вас приложение не хочет запускаться с control кнопкой и при этом абсолютно не важно что вам маг показывает не установлен разработчик либо повреждено не суть будем запускать приложение и так запускаем терминал и вводим следующую команду нажимаем интер и вводим пароль администратора напоминаю пароль администратора может быть не виден вам но он виден системе поэтому нажимаете пароль и опять потом интер готова чтобы вернуть все как было замените disable на enable и функция восстановится к исходным настройкам фишка 20 запрет на сон если захотите запретить маку уходить в сон без лишних программ ну к примеру у вас есть срочная задача и вы точно не хотите чтобы макс сейчас уснул то просто в терминале введите следующую команду и ваш маг не уйдет в сон пока вы сами не отдадите ему прямой приказ клавишами control с очень полезная и безопасная функция встроенная в систему mac os пользуйтесь ну что друзья данный ролик был создан при вашей поддержке лайками и комментарии еще с прошлых фишках mac os вы меня сильно просили продолжать данную тему так что если продолжаем говорите будем делать так и в будущем с вами был роман ястреб с уважением к вам и к вашему выбору счастливо